Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня в пользу Бройля. Штребух! Всем привет, ребята, с вами Штребух, и это Челлендж, что можно найти в 20 помойках Санкт-Петербурга. Я сегодня с пацанами, с Димасиком, с Максуткой, с Максимом и с Ваньком. Ванёк приехал на Шкоди-Октавию 2020 года выпуска, которая стоит... Миллион семьсот. Миллион семьсот тысяч, и мы сейчас на этой тачке будем кататься по помойкам Питера, и мы узнаем, что можно найти на Шкоде-Октавии в 20 помойках Санкт-Петербурга. Ребят, это будет мощный контент. Очень интересно посмотреть на реакцию людей, как они вообще это воспримут. Ставьте пять тысяч лайков на данном видеоматериале, и выходит следующая часть, где мы будем уже на Мерседесе кататься по помойкам. Всем приятного просмотра! Ну что, ребятки, вот и первая помоечка. Пока ничего нет. Кстати, братва, помоечки буду считать не помойки поскучно, а по локациям. Вот это первая локация. У меня первый находка чайника. Вон, вон он и обрезан. Обрезан провод. Да что такое? Это с чем уже? Что такое? На первой помойке, кроме вот этого чайника, не было ничего. И здесь, к сожалению, отрезан провод. Это очень плохо. Данный чайник забирать мы не будем. Едем дальше, главное не отчаиваться. Все будет впереди. А это уже, друзья, вторая помойка. Ух, какая интересная! Сколько тут мусора! Надо дверь закрыть. А, вы идете? Выкидываете? Что вы снимаете? Мусор или вы что? Мы тут съемки... Мы съемки снимаем. Какие съемки? Вот, видеосъемки. И что? Фильм снимаем. О чем? Про помойки. И что про помойки? Интересно. Находки в них, то, что люди выкидывают, берем и продаем, собираем старые вещи. Ладно, сказки не рассказывайте вы мне. Какие сказки? Да вы про помойки, Сережа, снимали. Не надо не про помойки снимать. Тут можно в помойке что-то интересное найти. И у меня канал на ютубе, я показываю, что можно там найти. Вот мы это снимаем. Вы блогер, я хочу. Да, да, да. Я такого еще не видела, ютуб все время смотрю. Ну-ка вылезай быстро оттуда. Ты что, не слышишь, что я сказала? Я сейчас седу за руль, а ты вылезешь отсюда! Мы сейчас заберем, вот, электронику и вылезем. Мы же не мусорим, смотрите. Чего вы? Какая это электроника, чайник? Это что, электроника? Конечно, да. Я понимаю, компьютер-электроника, это что электроника? Ну, а вдруг там компьютер будет? Бери этот, чайник-то забирай. В этой помойке какая-то макулатура. В принципе, ничего нет интересного. Вторая помойка. На второй помойке нашли чайник с подсветкой. Кстати, неплохой, надеюсь, что он рабочий. Хоть что-то, но я рассчитывал на большее, конечно. Товарищ блогер, сколько же у вас подписчиков? Даже 80 тысяч. Человек? Да ладно? Да. Никогда в жизни не поверю, что вот мы. Вот мы на... Смотрите, смотрите. Вот на машине вот тоже ездим. Вот так вот, ребят, реагируют на нас люди. Я в шоке. До третьей помойки надо будет добираться пешком, потому что на машине не доехать. Ты что делаешь? А, тут закрытые помойки, ребят. Так, заходим. Третья помойка. Лутаем по фасту побырику, чтобы нас дворники не прессанули здесь. Так, я пока еще ничего ценного не вижу. Блин, где вся электроника? Очень хочется поживиться айфонами. Ого, тут целый пакет различных таблеток. Семена льна. Ну это фигня вообще. Я сюда пришел за айфонами. Опа. Немножко посуды, стакан, какая-то хрень. О-хо-хо, вот этот джек-под. Еще один чайник. Кстати, братва, зацените, он уже такой покруче. От бренда Polaris. Самое крутое, что он с подставкой. На второй помойке нашли чайник, на третий чайник. Одни чайники. Чайник забираем по-любому. Хоть какая-то, но электроника. О, сытный памперс. О, весы. Ребят, вот это уже нормальная тема. Механические весы от йогурта Активия. А Активия производитель весов, походу. Проверим, работают, нет? Они не точные совершенно. 90 килограмм показывают. На третьей помойке были найдены механические весы и электрочайник. В целом не густо. Но мы не расстраиваемся. Едем дальше. А в эту помойку придется вот так вот Максиму залазить, чтобы ее открыть. Ну и все, милости прошу, дверь открыта. Добро пожаловать в мой витавер. Так, здесь куча черных пакетов и внутри пищевые отходы. Не, в баке ничего нет вообще абсолютно. На четвертой помойке нашли только вот этот светильник диодовый и чуть-чуть медных кабелей. Больше здесь ничего нет. Это, капец, обидно. Уже четвертая помойка и ничего пока не нашли. Опа. Одной фигни набрали, блин. Капец, обидно. Помоечка не радует что-то. А вот, ребят, пятая помоечка. Надеюсь, она нас порадует. Опа. Блин, хоть бы мне повезло. Опа. Пачка со стиками. Ну, блин, они бушные. Ай, блин, чуть-чуть медного кабеля. Я-то думал, это уже что-то, блин, ценное. Ну, медь тоже берем. Опа. Это картридж от принтера. А не, стоп. Офигеть. Это аккумулятор от ноутбука, ребят. Вот это уже ценная находка. Его можно будет продать рублей за 300. Он, походу, новый, ребят. Состояние идеальное. О, находки поперли. Вот, кстати, здесь чек есть. Это аккумулятор от ноутбука Lenovo G580. И покупали его за 2190 рублей. Я думаю, за 500 рубасиков улетит вообще со свистом на Авито. Пятая помойка начинает радовать. Опа. Пацаны, нашли светильник. Куда вставляется свечка. Нормальная находка. И передатчик от мышки. А это уже шестая помоечка, ребятки. О, немножко хлеба. Ну, кушать мне не хочется. Чё там, чё там, пацаны чё-то нашли. Пацаны, платы нашли от телевизора. Нормально, металлолом какой-то. Это не металлолом. Да нахуй, блядь, заебал. Как будто заберу у тебя. Ребятки, нашли плату от телевизора. Неплохо, металлолом. Провод вот медный нашли. Металлолома куски. О, это USB-шка для айфона. Охренеть, ребят. Надеюсь, что она рабочая. Да заебал ты нахуй, ебалый ты шакалёб. Как шакалы налетели и вообще жесть, блядь. Как гиены, как дикари какие-то. Как будто находок не видели сто лет. О, это что такое? Это ботиночки женские. Какой размер? Просто сказка, забираем. Мне не подойдут, но продать можно будет рублей за сто. Вот нашли, пацаны. Небольшое количество игрушек. Вот это, кстати, БТР с ракетницами целый. Колёса на месте. Вот ещё есть вот такой автомобиль. Сейчас повыбираем, самые классные игрушки заберём. Да, в принципе, тут всё можно взять. Вот ещё солдатики. Но жалко, что это всё не советское. Оно стоить будет недорого. Но можно тоже это взять. А ну гиены, чё тут? Чё это такое? Это часы какие-то? Нифига себе. Грок-лок. Часы. Охренеть. А это чё? А, это аригатор. Это всё в одном пакете, что ли? Да. Охренеть. Такой стоить будет, я думаю, тысячи три. Также вот были найдены часы. Не знаю, рабочие или нет. Но это что-то интересное. Охота их проверить. Досмотрите видео до конца. В конце мы это всё проверим. Посчитаем, сколько это будет примерно стоить. Ну и узнаем, сколько нам удастся заработать сегодня денег на электронике с помойки. Оу! Оу! Смотрите, чё он нашёл. Баночка кошачьего корма. Гигиг Тиви Кэр. Охренеть. Так это премиум корм для кошек. И он даже не просрочен. Тут срок годности до 22-го года. Неплохо. Слушай, вот это забираем. Это кошки какой-нибудь с кормим. Моим, к примеру. Ну, в принципе, пятая помойка уже неплохая. Порылись. Ничего не нашли, кроме аригатора, часов, консервы. Там ещё плата есть. Ну, нормально. А ещё нашли вот такую фоторамку. Можно будет продать её рублей за 30 на барахолке. Это чё такое? Это какая-то хрень, видимо, одевается под куртку. Выводится трубка, которая сейчас сломалась. И с помощью этой штуки, я так понимаю, можно пить воду. Интересная хрень, правда, непонятная. Но мы, по-моему, обязательно разберёмся. Заберём это по-любому. Смотрите, я тут ползал-ползал и увидел вот эту вот штучку. Здесь открывается. Это, походу, ванна для ребёнка. Плюс кровать, два в одном. Офигенная хрень, так-то интересная. С этой стороны есть крепление. Походу, эта штучка на что-то одевается. Но вот это слишком крупногабаритная хрень. Брать мы её не будем. Ну всё, идём на седьмую помоечку. А вот и седьмая помоечка. Я в предвкушении чего-то классного. Здесь бак с макулатурой. Здесь что-то я ничего не вижу ценного. Ничего вообще нет. О-о-о! Сапожки! Нифига какие тёплые! Вообще, капец, офигенные сапожки. Внутри очень толстые, тёплые. Забираем. Они ещё и с коробкой. Чё тут ещё есть? Нифига ты чё тащишь! Офигеть! Ребят, плиткорез. Вот это шикарная находка. Плиткорез можно будет продать рублей за 500, я думаю. Трубка от кальяна, но она порванная. Алюминиевая сковородка. Ребят, я в шоке, там внутри лежит кальян. Ну-ка вылезай быстро оттуда. Ну это прям офигенно. Даже чаша есть, ребят, глиняная. Офигенная чаша. Ну и трубку тогда тоже заберём. Полный комплект. Бля, 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 бля. Чисто по кайфу, жи-жи-ежи. Нашли кальян, курим кальян на помойке, бля. Вот ещё медный кабель. Осталось только пакет побольше найти для всего этого. Термокружку нашёл от бренда Невея. Подарочная, видимо. Ну забираем. Продать можно будет на барахолке. Залезу-ка я в бак, посмотрю, что там. Какие-то вещи женские. Колготки, памперсы. Ничего ценного. О-о-о! Нифига себе! Здесь овсяное печенье в коробочке. Вот это берём. Вот это похаваем. Кроме печенья в этом баке ничего не было. Димон как раз ходил сейчас в магазин. Купил себе похавать. Но если бы он знал, что мы найдём овсяное печенье, то я думаю, он к нему бы йогурт купил. Но уже чуть он не успел. Буду я сам хавать печенье это. Как пахнет. Печенье идеальное. Просто тает на зубах. Колян, смотри, что они нашли. Это утюжок для волос выпрямитель. С экраном, с кнопками. С регулировкой температуры от бренда Philips. Состояние, конечно, не особо хорошее. Но забрать можно. Плюс пару блоков питания ещё нашли. А вот ещё сетевой фильтр. Очень зарыганный, грязный. Но на медь пойдёт. Забираем. Всё, Максим, давай складываем всё в мешок находки. Медь. Вот это утюжок. Медные кабеля. Вот всё, что мы нашли в этой помойке. Но самое ценное, это, конечно же, кальян. Ну всё, теперь у нас есть ещё один кальян с помойки. Стоп, это не всё. Вот же ещё находки. Печенье это мене. Потом покушаю. Плиткорез. Я думаю, вот эти вот сапожки надо по-любому забирать. Целые сапожки. Просто сказка. Помойка дарит тепло на зиму. Ну что, а теперь можно смело идти дальше. Это была седьмая помойка. Идём на восьмую. В целом, ребят, офигенно. Целый мешок находок тащим. Просто сказка. Помойка, как обычно, радует. Ребят, мешок тяжёлый, капец. Надеюсь, он вообще в багажник влезет. Да, багажник уже подзабит, под завязку. В принципе, место ещё есть. Багажник большой. Просто кайф. На машине по помойкам кататься само удовольствие. Можно даже боком понаваливать. Поехали дальше. А вот и восьмая помоечка. И мы уже к ней подъехали. Ну что, братва, расхитим восьмую помоечку. Погнали, пацаны. Давайте, давайте. Роем помойку. Давайте, 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 давайте. Погнали. По фасту, по бырику, чтобы никого не ждать. А то сейчас дворник придёт, по шапке даст. Куда мы так разогнались? Тут вообще нихера нет. Пустые баки. Абсолютно пустые. Я в шоке, ребят. Чё, где находки? Сейчас будут находки. Сейчас будут? Ну ладно. Пацаны сейчас пойдут на секретное место. У них есть ключ от коморки дворника. Но я с ними не пойду. Это уже у них там, видимо, с дворником связи. Дворник знакомый. Он там им что-то оставляет. Или я не знаю. Короче, подождём их. Посмотрим, что они принесут из нычки дворника. Им там сейчас вдоль хребта, поперёк шеи, как надают. Блин, поэтому я с ними и не пошёл. О, бегут пацаны. Пацаны, чё украли? Это вы где взяли? Ребят, смотрите, чё они нашли. Пакет с медью. Тут кусочек блендера. Внутри находятся медные провода. И вот ещё какая-то плата. Это блок питания. Офигеть, ну нормально. Чё, забираем. Дима, куда дальше идём? На самую крутую полойку, которая будет в этом челлендже. О, да, беби, ребят. И это будет уже девятая кормушка. А это, блядь, вау, уже девятая помоечка. Пошлите, пошлите ко мне. Вы посмотрите, какой тут шикарный прям ангар. Охренеть, ребят, это клетка для воробья или вороны. Вот это мы забираем. Капец, а красивая ещё такая. Чё там? Чё там? Вы чё там нашли? Охренеть. Она в металлоломе лежала. Видеокарта в металлоломе лежала. Это нычка дворника. Пацаны, нашли видеокарту Radeon R9 270 на 2 гигабайта. Охренеть, видеокарта на 2 гигабайта. Нифига себе. Вот это находка. Надеюсь, что она будет работать. Дисплей порт, HDMI, DVI. Офигеть, вот это топчик. Ребят, я в шоке, блин. Нашли вот клетку для попугая, видеокарту. Нет, это реально шикарная помойка. Чё ты ещё нашёл? Алюминиевая сковородка. О, Wi-Fi роутер D-Link. У нас как раз блок питания мы до этого находили. Охренеть, морской бой. Чётенько забираем. Опа, клавиатура. Чё-то тут ещё какие-то провода нашёл. Смотрите, ребят. Провода на медь. Мышка. Фотэч для ноутбука. Клавиатура неплохая для компьютера. От бренда HP. Забираем. Клава вроде целая. Мышка может тоже рабочая. О, так это док-станция для каких-то наушников. Нифига себе. Здесь USB-хаб типа. Что это вообще? Dream Gear. Ну, скорее всего, это штука для наушников. Непонятная какая-то фигня. Ребят, если вы знаете, что это такое, напишите ваши варианты в комментариях. Но я думаю, что это какая-то док-станция для наушников. Забираем. Опа, ещё одна клавиатура от фирмы Dex. Но она ушатанная. Здесь кнопки стёрты в хлам. Поэтому эту клавиатуру брать не будем. Вау. Вот это да. Комплект, ребят, от двери. Ручки, замок. Интересная штучка. Тоже можно будет продать на барахолке. Опа. А тут уже коробка с игрушками. Так, здесь я вижу верёвка. Что на самом деле ценная находка. Она нам пригодится. Заберу. Так, здесь какие-то кубики, игрушки. О, ножик вообще как новый. Вот это взять можно будет. Ручки для шкафа новые, запечатанные. Плюс такие вешалки. Вешалки. Вот нож тоже заберём. Вот это крутая тема. Это маленький пистолет от бренда NERF. Он ещё и рабочий, капец, однозарядный. Вот это крутая вещь. NERF это топовая фирма, которая делает вот подобные пистолеты. Нашли вот такую урну. По сути, это пластиковый корпус, в котором была ещё одна урна. Ну, это классная штучка. Но ведра у меня под неё нет. Брать её не буду. Хотя можно в хозяйственном магазине купить ведро. Но урна слишком большая. У меня, в принципе, в моей комнате уже подобная урна есть. Ну, а на барахолку её брать не вижу смысла. Её продать получится вообще за копейки. Ребят, посмотрите, чё это такое вообще? Что это? Это что-то новое. Карьеры SLX 3D. Что это вообще? Объединение лучших ортодонтов. Братва, я вообще не понимаю, что это такое. Просто макулатура, по сути. Ну, зато смотрите, сколько здесь, в этой коробке этих штук. Я не пойму, они новые или бушные? Что это вообще? Напишите ваши варианты в комментариях, если понимаете, что это. Ортодонты, это же люди, которые зубами занимаются. В общем, эта штука нужна для стоматологов. Может, вот так прикусывать что-то, проверять прикус, не знаю. Без понятия, чё это. Но брать мы это не будем. В общем, смотрите, ребят, что нам удалось найти на 9-й помойке. И самое ценное, это, конечно же, видеокарта на 2 гигабайта. Вообще, на вид целая. В конце видео всё буду проверять. Если она рабочая, её можно будет продать тысячи за 2,5. Это просто офигенно. Вот ещё, смотрите, здесь клавиатуры, вот роутер, сковородка, алюминиевая клетка. Немного алюминиевых уголков. Ну, а так, в целом, ничего такого интересного здесь нет. А пакет, пакет-то... А мы снимаем сейчас репортаж, что можно в помойках найти. Это ваш, да, алюминий? Да, конечно, я сам забираю, вот здесь. Мы тоже собираем. Мы-то давай вот это возьмём тогда, а это оставим тогда. Морской бой забираем. Клавиатуру и вот клетку заберём. Она целая вообще. Мне как раз для мышки нужна клетка. Блин, даже некуда клетку уже положить. Багажник завален находками. Тут реально уже места нет. Сейчас будем как-то компоновать, чтобы это всё то опоместилось. Главное, видеокарту у дворника отобрали. Ну что, ребятки, едем на десятую помойку. Высадка десанта. Это десятая помойка, друзья. О да, беби, о да, беби. Что же нас здесь ждёт? Вот в чём вопрос. Ничего, что-то нету пока. Блин, думал в этой коробке что-то будет, но она оказалась пустой. Нашли дезодорант и стамеску. Десятая помоечка нас что-то не порадовала совершенно. Но ничего страшного. Идём на одиннадцатую, ребятки. Ну что, поехали дальше. Кстати, братва, пять тысяч лайков. И будет продолжение этого челленджа, но уже на Мерседесе. Опа. О, десятая помоечка. Вот же она. Ух ты, а чё это тут? Ребят, смотрите, какое окно. Это склад. Вот здесь макулатуру хранят дворники. Одни бытовые отходы здесь. Но нашёл корпус от фонарика. Больше тут ничего нет. Я в шоке, братва. Десятая помоечка оказалась для нас провальной. Здесь ничего абсолютно нет. Но буду возлагать надежды на одиннадцатую. Это было одиннадцатая. Это было одиннадцатая? Теперь она будет десятая, ладно? Блин, я в шоке, ребят. Это, оказывается, одиннадцатая была. А я думал, десятая. Ну ладно, идём на одиннадцатую. Идём пешком на одиннадцатую. Двенадцатую, да? Блин, так это двенадцатая. Это было одиннадцатая. Это было одиннадцатая, это двенадцатая. Я понял. До двенадцатой помойки решили пройтись пешком. так она пустая вот там только диски какие-то валяются там целый пакет с дисками с фильмами на 12 помойки кроме дедушкиной сумки не было ничего но еще диски там валяются в пакете ну доставай диски сразу там целый пакет дисков с фильмами интересно они там вообще в коробках есть коробки пустые блин братва но это фиаско дисков то внутри нет что-то он там нашел что-то нашел какие-то наушники ты без находок оттуда не вылазь так вот здесь по боку от режиссера фильма шмидте здесь диск есть но эта фигня уже устаревший век эти диски пучок каких-то древних наушников поломанных но эта фигня вообще полная на 12 помойки к сожалению нет ничего поэтому едем на счастливую 13 помоечку на 13 помойки нашли утюг алюминиевый с подставкой немного еще алюминия здесь плата от телевизора хоть чуть-чуть металла но уже по чуть-чуть по чуть-чуть и на собирается большое количество так посмотрим что в баке в большом так здесь еще и снова порыться здесь на поискать тут может что-то и будет надеюсь 13 помойки будет хоть что-то нормальное кроме этого металлолома чего вы там нашли да ладно пацаны что-то нашли нифига себе старый джостик это для вертолетом управлять от фирмы джейнер юсбишный кстати не такой уж и старый сойдет джойстик еще какой-то китайский а это чё да она еще с блютузом офигеть блютуз мышка от бренда logitech а передатчик у нее наверно не надо и никакой передач офигеть ребят интересно сколько же она стоить будет офигеть джойстик от sony playstation 2 неплохо это там висела возле бака что не ну ребят вот это уже джекпот до этого видеокарту нашли а тут кстати заряжается она от андроидов sky и избежки мне интересно мы вообще блин сколько заработаем сегодня блин я уже жду не дождусь итогов реально она работает ребят светится вот здесь цифры вот эти светятся вот тут еще лампочки светятся сбоку это походу индикация заряда офигеть в конце видео будем это все проверять забираем металлолом тоже надо забрать так забираем металл кстати советский утюг можно будет продать на барахолке рублей за 100 а мы подъехали тут уже к 14 помоечки ребят давай 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 бытовые отходы это трубки вот кто-то делал ремонт видно вот тут опа ребят латунь латуневый смеситель это металлолом шланг для беды вот это забираем офигенно ребят латуневый кран это для фильтрованной воды краник и шланг для беды ништяк о да ладно это термопод от бренда scarlet это офигенная тема внутри конечно очень много накипи он все равно может быть рабочим вот это продать можно будет на авито если почистить накид рублей за 700 а вот это на авито можно будет продать но рублей за 300 ну а теперь идем на 15 помойку надо только это все убрать капец уже реально места нет побежали 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 на пятнадцатую а тут темно блин нифига себе помойка интересная так посмотрим что же тут на 15 помойки будет фу капец тут воняет ребят нифига себе да ладно охренеть это бритвы во первых нашли советскую лампу старую здесь бритвы смотрите марта люми нифига себе виде проигрывать 9 проигрыватель samsung на кассетах и дисках блин жалко в нем аукса нет он старый надеюсь что рабочий все равно смотрится офигенно о открывашка а еще нашли под макулатурой вот такой вот телефон стационарный с экраном принципе старенький но продать на барахолке можно будет рублей за 50 а еще под макулатурой было найдено два термоса медные кабеля утюг и светильник нифига себе вообще неплохо ребят помойка 15 одаряет находками принципе все идем на 16 пацаны нашли обогреватель ребят от бренда vt крутящийся был он под макулатурой я-то думал тут все тут еще блин находки про платы на металлолом но брать их не будем по что машине уже места нет а тут еще и сетевой фильтр есть сетевой фильтр возьмем а еще был найден вот такой вот смартфон zte blade q люкс 3g с разбитым в хлам экраном но данный телефон рублей за 100 на барахолке это не купят цена ему рублей 50 офигеть братва посмотрите три сумки находок и это все на 1 15 помойки жалко что ничего из этого в баках мы не нашли куча всего было расфасовано вот здесь вот под макулатурой видимо это все дворники прятали также вот микроволновка samsung тут лежит внутри какой-то металлолом но в машине уже места нифига нет поэтому микроволновку брать не будем я в шоке братва нам вот эти находки реально складывать негде придется выкинуть вот эту клетку помойка вообще офигенно балуют находками братва ну что братва едем дальше на 16 кормилицу а сейчас мы подходим к 16 помойки пацаны еще нибудь пацаны еще нибудь зефир офигенный зефирчик забираем здесь еще есть целая коробка лампочек но они все сгоревшие но вот и вся 16 помойка там бак был наполовину пустой и в нем удалось найти только вот немного зефира потом щейком будем хавать и вспоминать 16 помойку ну а теперь идем на 17 а вот 17 помоечка вдруг мы тут чего-нибудь найдем смотри рис какой-то какая-то фигня ничего ценного тут нет как я вижу одни бытовые отходы но братва не повезло 17 помойка оказалось совершенно пустой нужно ехать уже на 18 мы уже кстати приближаемся к концу не забывайте про ставить 5000 лайков и выходит вторая часть где мы уже будем на mercedes кататься по помойкам главное конечно нам сегодня купиться и хотя бы отбить стоимость бензина а это уже братва 18 помоечка пацаны уже внутри тук-тук есть то дома а здесь можно у вас две двери я смотрю туда фу гнилая картошка о пакет со шмотками вообще нифига интересного кроме вот этой кепочки от бренда adidas она кстати возможно да она оригинальная но видимо из старой коллекции данную кепку брать не буду блин думал поесть будет что-нибудь а здесь какой-то плесневелый салат из кукурузы и плюс перёженка ой блин очередные сытные памперсы пацаны нашли какой-то кошелек кстати в хорошем состоянии о да ладно деньги 10 рублей в кошельке нашел неплохо портмоне кстати вообще шикарная а еще пацаны нашли блок питания и провод на медь и женские ботинки вот и все находки на 18 помойки обидно конечно что не было здесь ничего дорогого самое прикольное это был кошелек мы проходили по над домом и увидели какие-то ботинки отдай сюда блин это сейчас как дам ботиночки ребят зимние но блин замшевые вот здесь потертые их никто из-за этого не купит поэтому брать эти ботинки мы не будем оставим кому-нибудь идем на 19 помойку мы подошли к 19 помойки друзья пошлите посмотрим папа нифига себе зеркало зеркало полностью целое офигенное зеркальце но я его брать не буду положить его некуда здесь также есть сумка с пледом сумку я заберу плед мне не нужен пледе могут быть клопы поэтому брать его не буду новый год прошел все выкидывают елки до сюда сюда давай отдай нифига себе офигеть ребят телефон с целым экраном от бренда lg без задней крышки без батареи второй телефон не знаю от какого бренда с разбитым экраном zte blade также древний вайфай роутер и блок питания для ноутбука вот это ценная вещь этот блок питания можно будет продать рублей за 400 на вип нифига себе вот еще на iphone 8 чехольчик в коробочке бушный и мышка компьютерная свент кучка проводов различных от компьютера а вот и крышка от этого lg нашлась вот еще пацаны нашли кучку наушников вау смотрите что я нашел это рубль шоколадный сейчас попробую его еще нашел вот такие очки модные очки бати думаю в этих очках будет самое то пробовать этот шоколадный рублик но довольно таки неплохой шоколад молочный но неплохо неплохо так вот посмотрите сколько меди мышки телефоны нормально ну что ж ребят мы вообще очень близко к финалу сейчас будет 20 помойка делайте ставки что же мы сейчас найдем и последняя двадцатая помойка уже впереди опа я уже чё-то вижу куда куда сюда не здесь пустые коробки ничего нет я думал там электроника так пустые баки посмотрим что в большой помойке внутри одна бытовая херня чисто с какого-то ресторана по выкидывали а я латуневую шайбу нашел а нифига ты нашел новый оригинальный блок питания от apple да ладно ты деньги нашел офигеть так они не настоящие но вот и финал данного челленджа 20 помойка ничего в ней кроме 5000 ненастоящих блока питания и латуневой шайбы ничего не было сейчас мы отправляемся в гараж и там я уже вам покажу все что мы нашли за сегодня также я подведу итоги сколько в итоге мы на этом всем заработали так что никуда не уходите сейчас будет все самое интересное после такого плотного похода по помоечкам нужно поесть обязательно потому что он столько калорий сожгли ну вот я и в гараже и сейчас покажу вам все что было найдено нами за этот челлендж мы уже все разложили на стол находок довольно таки немало посмотрите сколько первая находка этот термопод и он кстати рабочий вот внутри очень много накипи из-за этой накипи его никто за нормальные деньги не купит думаю рублей за 200 его заберут накипь в принципе можно вывести вот все работает прекрасно он греет но накипи просто капец как много но зато внешнее состояние нормальное диму попросил пока записывать все в блокнотик сколько мы в итоге заработаем все он запишет и потом в конце все посчитаем следующая находка это вот эти часы прикольные от бренда gro company они полностью рабочие были с блоком питания часах есть различные режимы это детские часы прикольные часики я думаю на авито их можно будет продать рублей за 400 правда я не понимаю как по ним время определять следующая находка это был вот такой плиткорез он правда в подушатанном состоянии но в принципе я думаю он рабочий здесь только вот здесь нет фрезы с помощью которой собственно он и режет плитку но я думаю эти фрезы продаются в магазине продать его можно будет на барахолке но рублей за 200 фоторамку купят на барахолке рублей за 30 было найдено 9 триммеров и они даже были в комплекте с проводами с насадками даже были с ними ножницы но к сожалению ни один из этих триммеров не работает поэтому их продать только лишь получится по 50 рублей на барахолке скорее всего там внутри сдохший аккумулятор или двигатель я думаю кто-то их по-любому купит под восстановление было найдено три пары обуви вот эти ботинки в подушатанном состоянии грязные я думаю их на барахолке купят рублей за 50 вот эти женские ботинки думаю купят рублей за 100 а вот эти зимние очень теплые сапоги купят рублей за 200 было найдено 3 электро чайника вот этот к сожалению не рабочий но в нем поломка несложная просто лишь отходят контакты которые соединяют платформу с чайником это в принципе легко починить продастся он рублей за 50 а вот эти два чайника полностью рабочие первый с подсветочкой принципе накипи в нем не особо много продать его можно будет рублей за 100 ну а второй чайник тоже продастся рублей за 100 этот чайник от бренда полярис еще был найден вот такой блок питания который продастся на барахолке рублей за 50 также были найдены рабочие механические весы от йогурта активе такие весы купят на барахолке рублей за 100 рабочий стационарный телефон который продать можно будет рублей за 50 на барахолке два старых советских утюга которые неизвестно работают или нет в принципе это не важно их в любом случае купят на барахолке рублей по 100 за штуку термокружку купят за полтинник вот такую открывашку языке и рублей за 10 также был найден джойстик от бренда logitech но видно поэтому джойстику что он супер бюджетный компьютера у меня нет чтобы его проверить он работает от юсби но я думаю его купят на барахолке рублей за 100 шланг для беды купят рублей за 50 а вот эту советскую настольную лампу купят рублей за 100 а еще был найден арригатор но он был к сожалению без блока питания проверить его нет возможности купят его рублей за 100 на барахолке в этой куче электроники лежит блок питания от ноутбука который купят на барахолке рублей за 200 ну а больше здесь ничего в принципе интересного нет кроме вот этих джойстиков вот этот джойстик возьмут рублей за 50 а вот этот от sony playstation возьмут рублей за 100 также был найден морской бой который рублей за 50 на барахолке купят древний вайфай роутер d-link за полтинник улетит а еще была найдена вот эта компьютерная мышка от бренда logitech модель мышки mx master работает мышка по блютузу я сейчас зашел на озон и просто охренел стоит новая эта мышка 17000 рублей и она до сих пор продается данная мышка беспроводная заряжается через обычный юсб кабель от андроида ну и работает она по блютузу я попытаюсь ее проверить возьму где нибудь ноутбук с блютузом и попытаюсь ее туда подключить если данная мышка рабочие то продать ее можно будет я думаю на авито тысяч за пять состояние у нее конечно не идеально но если она новая стоит 17000 то я думаю за 5000 она улетит я просто в шоке ребят от такой находки вот это нам очень сильно повезло с данной мышкой ну а данную кучу барахла оцениваю в рублей 100 кстати тут даже есть консерва которую я домой заберу это я продавать не буду еще был найден вот этот офигенный обогреватель от бренда витек и он кстати полностью рабочий и греет он прям вообще офигенно мы его продавать не будем оставим гараже ну а продать можно было бы его рублей за 300 в этом обогревателе есть один незначительный косяк его платформа должна вот так крутится но она не крутится там видимо сгорел двигатель но это совершенно не проблема было найдено три телефона первый телефон очень старый с разбитым экраном от бренда zte blade q люкс 3g продать его можно будет на барахолке рублей за 50 также рублей за 50 можно будет продать и вот этот zte шник древний с разбитым экраном третий телефон от бренда lg тут вроде бы экран целый но в комплекте не было батареи поэтому тоже проверить его не могу данный lg можно будет продать рублей за 100 так как он тоже является очень старым телефоном еще был найден утюжок для волос который можно будет продать рублей за 100 данный роутер можно будет продать рублей за 50 вот этот светильник можно будет продать тоже рублей за 50 а еще был найден вот такой вот огромный кальян полном комплекте данный кальян можно будет продать на барахолке рублей за 300 вот эта хрень непонятная в которую видимо наливают воду чтобы ее куда-то вешать и пить из нее из этой херни через трубочку водичку короче ее купят возможное на барахолке рублей за 50 также за полтень и купят вот эту клавиатуру ну а вот этот подсвечник купят рублей за 20 термос и купят по 100 рублей за штуку ну и осталась последняя находка вот такой вот древний dvd проигрыватель ухты он кстати включился вот нажимаю кнопку чтобы достать диск и она не работает диски не достаются ну а сюда вставляются кассеты это к сожалению древний проигрыватель который сейчас не имеет никакой ценности у меня дома стоит подобный но в нем есть усилитель и можно подключить нему телефон поэтому я им пользуюсь ну а данным проигрывателем пользоваться в современном мире можно сказать невозможно потому что дисками уже никто не пользуется а кассетами так тем более продать данный dvd проигрыватель можно будет на барахолке я думаю рублей за 100 мы посчитали примерную стоимость всего этого барахла на этом барахле нам получится заработать десять тысяч триста пятьдесят рублей и это не считая видеокарты потому что я ее еще не проверил если она не рабочая и можно будет продать рублей за 500 ну а если она рабочая продать его можно будет за 2000 то есть прибавляем к сумме десять триста пятьдесят еще 2000 и получаем двенадцать тысяч триста пятьдесят рублей если видеокарта будет работать но вот я и дома подключил видеокарту ко второму компьютеру и к сожалению она не работает кулер на видеокарте крутится и при включении появляются артефакты поначалу вроде бы картинка есть но потом нет ничего просто темный экран скорее всего убедюхи отвал чипа обидно конечно что она не работает ведь видеокарта на 2 гигабайта но это и неудивительно ведь видеокарты редко выкидывают в рабочем состоянии поэтому продать ее получится только лишь рублей за 500 модель видеокарты на экране спасибо что досмотрели данный челлендж до конца огромное спасибо подписчику который приехал на машине и реализовал данную задумку если наберете на этом видосе 5000 лайков то выходит следующий челлендж где мы будем уже на мерседесе искать находки в 20 помойках ну а с вами был штребух подписывайтесь на мой канал также посмотрите вот эти видосы если не видели всем пока